Мать троих детей Наталья Ширина сегодня осталась без крыши над головой. Сын услышал, как что-то сыплется и с криками прибежал на кухню. Просто находились на кухне и произошел такой сильный грохот, что ни с чем было не сравнимо. Даже соседи прибежали. Потому что это страшно. Это просто страшно. А сейчас какое положение? Состояние тяжелое. Я никому не пожелаю таких проблем и такой горе. Где жили бы? Не знаю. Жить семья останется здесь. Соответствующие органы уже побывали на месте ЧП. Одинокому маме специалисты сказали прямо – починим и поставим балку. Правда, подпору придется оставить в каждой из 13 квартир. Обвала крыши со дня на день ждут и соседи. Что вы планируете делать? Выехать отсюда? Да, нам некуда выезжать. Не боитесь? Реально же осыпаются. Ну а что сделаешь? План действия определяют на собрание с муниципалитетом. По крайней мере, так нам сказали в управляющей компании. Но жильцы уверены – их дом, построенный в 1958 году прошлого века, давно пора сносить. В 2004 году он уже был изношен на 40%. Вот балки крыши, которые сегодня разлетелись в щепки. Попасть сюда может сейчас абсолютно каждый. Несмотря на то, что были сотрудники полиции, были сотрудники МЧС, эта комната до сих пор не опечатана. Во-первых, надо рассматривать, какие были накопления на капитальный ремонт на этот дом. То есть для этого есть фонд капитального ремонта, с которым необходимо также управляющей компанией более плотно работать. Речь идет о ежемесячных взносах. Сегодня у жильцов этого дома на счете более 250 тысяч рублей. Сумма небольшая. Я сегодня был там с проектировщиком. То есть говорить о том, что дом аварийный и полностью сносить нецелесообразно. Ибо стены там стоят. Там проблема с перекрытием, с крышей. А пока многодетная мама не знает, что делать. На новое жилье у Натальи средств нет. Да и соседи уже вздыхают, предвкушая затраты. Если на этой неделе пойдет дождь, то окажутся залиты все 13 квартир. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.